Мир российского кино и театра понес тяжелую утрату. Вчера вечером пришла трагическая новость, которая потрясла всех. Максим Шпаковский, талантливый актер, известный своей пленительной харизмой, трагически ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его вклад в искусство был неоценим. Известие о его внезапной кончине повергло в шок и неверие коллег, друзей и поклонников. Никто не мог поверить, что его больше нет с нами. Шпаковский, обладавший невероятным обаянием и преданностью своему делу, стал всеобщим любимцем в мире искусства. Его талант и страсть к актерскому мастерству вдохновляли многих. Его уход оставил пустоту в сердцах всех, кто знал его и восхищался его творчеством. Люди продолжают приносить цветы и свечи в память о нем. Его роли отличались редкой проникновенностью и достоверностью, затягивая зрителей в самую суть каждого персонажа. Он умел передавать эмоции так, как никто другой. К каждой роли он подходил с одинаковой самоотдачей, оставляя неизгладимый след в каждом проекте, за который брался. Его наследие будет жить вечно в сердцах его поклонников и коллег. Трагедия, унесшая жизнь Шпаковского, произошла 24 октября в Севастополе, его родном городе. Страшная автокатастрофа стала причиной смертельных травм, оборвав многообещающую жизнь и карьеру. Несмотря на немедленную медицинскую помощь, травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Весть о его смерти потрясла не только мир искусства, но и далеко за его пределами. Соболезнования и слова скорби поступали от коллег актеров, режиссеров и поклонников, выражавших свою скорбь и неверие в случившееся. Всеобщая скорбь свидетельствует о том глубоком следе, который Шпаковский оставил в сердцах тех, кто его знал, и тех, кого тронуло его творчество. Максим Шпаковский родился 10 ноября 1975 года в Севастополе. Его жизненный путь начался в этом приморском городе, который славится своей богатой историей и культурным наследием. Этот город впоследствии стал для него знаковым местом, где он сделал свои первые шаги в искусстве. С юных лет его сердце пылало страстью к актерскому искусству. Он участвовал в школьных постановках и местных театральных кружках. Эта преданность своему делу была очевидна на протяжении всей его карьеры, просвечивая в каждой роли, которую он играл. Его эмоциональная глубина и способность перевоплощаться в разные образы завораживали зрителей. Окончив обучение в Севастопольском филиале Ярославского Государственного театрального института он получил необходимые навыки и знания. Шпаковский начал свой профессиональный путь актера, выступая на различных сценах и завоевывая сердца зрителей. Его талант и трудолюбие были заметны с самого начала, что принесло ему признание и уважение в театральной среде. Он получил множество наград и похвал за свои ранние работы, которые заложили основу для его дальнейшей карьеры. Его ранние работы заложили основу для карьеры, которая тронула сердца многих и оставила неизгладимый след в мире театра. Творческий путь Шпаковского привел его в драматический театр Черноморского флота России имени Бориса Лавренева. Он украшал сцену своим пленительным присутствием, воплощая на ней самые разные образы с глубиной и тонкостью. Его игра находила отклик в сердцах зрителей, укрепляя его репутацию одаренного и разнопланового актера. Его талант не ограничивался театральными подмостками, найдя свое место и в мире кино. На экране Шпаковский был не менее притягателен, увлекая зрителей в истории, которые он воплощал. Его фильмография – это свидетельство его таланта и преданности своему делу, собрание работ, которые продолжают трогать зрителей. Несмотря на то, что талант Шпаковского сиял во многих проектах, именно роль в популярном сериале «Сваты» принесла ему широкую известность. Его образ бандита в четвертом сезоне сериала, пусть и второстепенной, оставил неизгладимый след в памяти зрителей. Несмотря на ограниченное экранное время персонажа, игра Шпаковского нашла отклик у публики. Его способность привносить глубину и человечность даже в образ, далекий от традиционного героизма, продемонстрировала его актерское мастерство. Его персонаж добавил сериалу глубины, captivating viewers and solidifying his place in the hearts of many. 2014 год стал поворотным в истории Украины, ознаменовавшись присоединением Крыма к России. Это событие оказало огромное влияние на регион и его жителей, включая Шпаковского. После этих событий он принял решение остаться в своем родном Севастополе, что вызвало неоднозначную реакцию и споры. Решение Шпаковского было продиктовано глубокой связью с родными местами и желанием быть ближе к семье и близким. Его выбор отразил сложную реальность, с которой столкнулись люди, оказавшиеся в водовороте политических перемен, подчеркнув личные жертвы и непростые решения, возникающие во времена перемен. Известие о безвременной кончине Максима Шпаковского потрясло не только мир искусства, но и далеко за его пределами. Коллеги, друзья и поклонники не могли смириться с утратой такого талантливого человека. Социальные сети заполонили посты с соболезнованиями и словами скорби, что свидетельствует о том, какой след он оставил в сердцах тех, кто его знал и восхищался его творчеством. Драматический театр Черноморского флота, на сцене которого Шпаковский блистал долгие годы, опубликовал трогательное заявление, в котором выразил скорбь по поводу утраты своего выдающегося коллеги. Его уход оставил пустоту в сердцах тех, кому выпала честь работать с ним бок о бок. Севастополь, где начался и трагически оборвался жизненный путь Шпаковского, навсегда останется в памяти, как город, подаривший миру великого артиста. Город простился со своим знаменитым земляком в трогательной церемонии, наполненной искренними эмоциями и воспоминаниями. Родные, друзья, коллеги и поклонники собрались, чтобы отдать дань уважения и почтить память талантливого артиста, ушедшего из жизни так рано. Они делились историями и моментами, которые навсегда останутся в их сердцах. Всеобщая скорбь и поддержка стали отражением того глубокого следа, который он оставил в своем городе и в мире искусства. Его творчество вдохновляло многих, и его потеря ощущается повсюду. В драматическом театре состоялся памятный вечер, посвященный жизни и творчеству Шпаковского. Театр, где он часто выступал, стал местом, где его память была почтена. Этот вечер был наполнен как смехом, так и слезами, став свидетельством той радости, которую он приносил своим искусствам, и той глубокой печали, которую все испытывали в связи с его уходом. Его наследие будет жить в сердцах тех, кто его знал и любил. Пусть судьба отмерила Максиму Шпаковскому так мало лет, но его наследие продолжает жить в его работах. Его роли на сцене и в кино по-прежнему завораживают и трогают зрителей, напоминая о его таланте, страсти и преданности своему делу. Его творчество будет вдохновлять начинающих актеров и радовать не одно поколение зрителей. Помимо своего вклада в искусство, Шпаковский запомнится своим теплом, юмором и искренней добротой. И хотя его уход оставил пустоту в сердцах тех, кто его любил, память о нем навсегда останется в наших сердцах.